Минусы работы осенью террасы в том, что в любой момент может пойти дождь То есть смотрите, с чем мы сталкиваемся Мы выкладываем, допустим, здесь свою террасу Здесь у нас есть уклон В этот момент идет дождь на площади 20 квадратных метров И часть воды остается здесь И это все затекает и по швам идет вниз То есть некоторые спрашивают Сколько у вас стоит квадратный метр положить, допустим, кафель Ну, условно говоря, называем там 5 латов Окей А у меня, допустим, есть терраса 20 квадратных метров Сколько будет стоить 10 лат за квадратный метр? Почему? Потому что есть куча отягчающих обстоятельств Например, если вы ложите в помещение У вас наверняка будут, скорее всего, ровные полы Если вы работаете как вот здесь на террасе Любой бетончик, это не кафельщик И у него понятие сделать идеально до миллиметра отсутствует Как правило Я не говорю за всех сказать, но это бетончик У бетонных работ допуски не такие, как у кафельных работ Однозначно, да? Поэтому, когда кафельщик делает Первое, что он делает, он выравнивает поверхность Это одна работа Второе, это кладка кафеля Поэтому, когда вы нам звоните, спрашиваете, сколько стоит Я всегда задаю вопрос Выравненная поверхность подготовленная То есть подготовка это одна сумма А кладка кафеля это другая сумма И работы на террасах, на балконах Они всегда стоят дороже Ну, по ряду причин Одна из них, допустим, погодные явления То есть сегодня работы будут остановлены День будет потерян О том, что дождь пошел Синоптики его не обещали Ну, в этом, как есть, так есть И премии не будет Разумеется, перерасход клея С этим клеем уже ничего не сделаешь Продолжение следует...